Девушки отдыхают Намучаемся мы тут Не будь таким пессимистом, Фриди Нет, любовь моя, я скоро приеду И не забудь спросить у него про рояль Немцы жестко насаждают свои порядки на оккупированных территориях С этим мы столкнулись и в Белоруссии, и в Западной Украине Речь идет о полном уничтожении советского уклада жизни Конкретнее, Корнеев Первостатейная задача фашистов в данный момент Это полная реорганизация советской экономики На оккупированных территориях они уже отменили хождение советского рубля Присядем, товарищи На Западную Украину, в Луцк Из Берлина недавно прибыл Гауляйтер Его зовут Генрих Краузе Простите, товарищ генерал, Фридрих Фридрих? Да Фридрих Краузе Как сообщают немецкие газеты, это почти экономический гений Штандартенфюрер фон Борк, господин Гауляйтер Рад приветствовать вас на наших новых землях В Берлине в последнее время не принят этот официоз Как долетели? Отвратительно Трясло, как в чертовой погремушке Мне очень жаль Скажите, пожалуйста В этом городе Могу ли я кое-что найти? Музыкальный инструмент? Пианино или рояль? Я думаю, да Отлично Ну, к делу, господин Краузе Рейх поставил перед нами серьезные задачи Здесь должен быть установлен железный немецкий порядок Я в ответе за военную сферу, вы за экономическую Так точно Фридрих Краузе 45 лет Один из ведущих экономистов фашистской Германии С 35-го года был главой Министерства экономики Баварии Затем переведен в Министерство промышленности Рейха Участвовал в разработке плана Ольденбург Ольденбург? Да, так точно План разработан в канцелярии Геринга У нас пока нет полных данных Но предположительно территорию СССР собираются разделить на 4 экономических так называемых инспектората Это значит Москва, Ленинград, Киев и Баку И 23 экономических комендатуры, а также 12 бюро Впоследствии, согласно плану, предполагается разбить территорию европейской части СССР на 7 государств Каждый из которых будет экономически зависимый от Германии Ну а территорию Прибалтики включают в состав Германии Ну это не слыхан А Иосиф Виссарионович в курсе? В курсе, товарищ комиссар, в курсе Продолжайте про Краузы Да, несколько недель тому назад Фридрих Краузе назначен гуляйтером ряда областей Умен, уравновешен, изнежен, ну и главная слабость это классическая музыка А откуда у вас такие подробные сведения? Из надежного источника, товарищ комиссар Наш резидент в Берлине Если гуляйтер сейчас прибыл в Луцк Значит, там намечается серьезная экономическая операция Нам предстоит большая работа Вы знаете, зачем я здесь В закромах Рейхсбанка готовит для вас посылку Осторожно Внимание Герр Краузе Под моим командованием войска СС Да, да Мы обеспечим встречу груза самым надежным образом И что вы предлагаете? Уничтожить гуляйтера и сорвать их экономические планы Оккупанты должны знать Они чужие на нашей земле И это ненадолго И еще, фон Борг Распорядитесь, чтобы в мою резиденцию привезли тот рояль Для моей спутницы Клаудии Она пианистка Конечно, Герр Краузе Было бы приятно познакомиться Я небольшой любитель музыки Разве что марши Рояль пришлют вам сегодня же Благодарю вас Я вас приглашу И вы сами послушаете Как моя Клаудия играет Конечно У нас тут совсем не так гнусно Как кажется на первый взгляд Ликвидация? В том-то и дело, Клим Я думаю, что ликвидацией здесь не обойдешься Нужно полностью сорвать экономическую операцию немцев Будете перебрасывать большое подразделение? Нет Если немцы что-то заподозрят Они могут усилить охрану Краузе Пойдет только ваша группа Нужна база в Луцке Там есть подполье? Какие-то проверенные люди? Да нет там никого Сиди Не успели Есть только связной Да и тот Помощник небольшой Так что людей тебе придется искать на месте Привит А чего так долго? Мы с мамой Корасун Допомагали белье стирать В них пять душ детей А тетя Маша захворала А я их знаю А чем заболела? Тоби дела А что? Спросить нельзя За спрос не бьют в нос Очень даже бьют, если нарваться Без мешков им тяжко Усих забыли в первые дни Примайте Знаешь, что все голодные Дякую А что там? О, спасибо Спасибо Берите Спасибо Вань, а ты? Говорят, что немцы евреев Будут в Гетто в ссылку отправлять Да ну Как в Польше А может не отправят Может убьют у сих Расстреляют Лёва Ты же еврей А им тогда всю жмеринку и вежитомер перестрелять придется Пуль не хватит Ну, пуль-то не хватит Нет, рубят Так далее не можно Мы комсомольскую клятву давали Тима Погоди, Ваня Я разумею, у тебя в голове только одни полеты самолеты Но война это тебе не удобрение судва разбрызгивать У нас мистер захвачен врагом А мы что, так и будем сидеть? Тима дельно говорит Я то же самое хотел сказать Ну, так говори Ну, шо мы можем сделать? Да ничего Или шо-то можем? Михася Здравия желаю Товарищ разведчик Привет, Клим Кашку едем? Да Чайку нальете? Ну что, нас перебрасывают в Луцк Наша задача уничтожить гуляйтера Фридриха Крауза И сорвать большую экономическую операцию Ну, это куда веселее, чем по лесу пробить? По информации резидента Туда прибудет очень ценный груз Который мы должны уничтожить Спасибо Но есть один нюанс Какой? Всю операцию проводит только наша группа Потому что у Луцки нет ни подполья Ни агентуры Что думаете? Только втроем? Без поддержки? В городе полном фрицев? Нет Леха прав В городе чужака за версту видно В городе втроем раствориться проще Ну и лучше придется готовиться Да это понятно, командир Но хорошо охраняемый объект уничтожать Тот же придется втроем Ага Втроем А? Как всегда втроем Хотелось, конечно, пожить Повоевать немножко Но... Михаас А ты знаешь Какие девчонки в Луцке? Ой, Москаль Ты-то откуда знаешь Какие в Луцке девчонки, а? Так, отставить На подготовку операции два дня Начинаем через час Есть Осторожно Осторожно Медленней Убери руки Рояль стоит так, как и хотела госпожа на этом месте Знакомьтесь, фон Борг Это моя Клаудия Большое спасибо за инструмент Не стоит, фрау Клаудия А у вас какой-то странный акцент Она не немка, она полька И прекрасная пианистка Мы познакомились с ней на концерте Ну, а теперь, когда у нас есть рояль Мы будем устраивать музыкальные вечера Приходите Благодарю вас Позвольте отпланяться Он какой-то странный Солдафон Что с него взять? Любовь моя Мне нужно идти Пора приниматься за дела Чтобы все понимали, о чем мы говорим Мы создаем в Луцке Подполье Как у слова страшное Подполье Как мыши, якийсь Ну так Ну, придумай, не страшное Комсомольска, гвардия Неплохо Все краще Это партизаны Только в городе Но зато же расстрел Дело такое Теперь все в одном самолете Если один сдаст, всех загубят Перестань Никто никого не сдаст Смотри, все свои Всю жизнь вместе Все вместе Все вместе Все вместе Все вместе Товарищи комсомольцы Предлагаю голосовать Кто за создание Питпольного отряда сопротивления Комсомольская гвардия Попереджусь сразу Обратной дороги Не будет Ну, не будут То и не будут Льова Чтоб я так жил Клянетесь Верно защищать родину И не отступать С пути Немецких врагов От винта Ленец Эй, кто там? Всем оставаться на местах Брось сапоги Тихо Мамочки Что вы здесь спрятали? Сапоги на пол А ну, что, здесь? Отойди Руки вверх Ханс Маленькие девочки Это хорошо Что у тебя там? Стоять Отойди в сторону То не может Понял, молокосос Ладно Ханс, пошли Здесь ничего особенного Я здесь ничего не нашел Ваня, ты как? Ты живый? Боже ж, ты мой Ну, что с тобой заробили? Убью Гады ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешите, товарищ подполковник Входи Получена шифрограмма от резидента из Луцка Читай Прибытие посылки подтверждаю одиннадцатого Кузнец Свободен Есть Мне до хаты в таком виде не можно Мамка не поймет Тебе зашати треба, то загнуйте К доктору Боткину йдемте, він нас знает, він не здасть Ханс, здесь ничего особенного Здесь ничего не нашел, и в другой комнате тоже Тихо Тьфу, гляньте, хлопцы Эх, гады Ненавижу их Ей что-нибудь? Вот и дивитесь Ах jus Тима 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 СТОЯТЬ Стоять! Стоять! Не с места! Стреляй в них! Швидше! Швидше! Доктор! Виктор Вайте! Швидко! Виктор Вайте! Кто там? Подкидывайте за нами немцы! Что? Откройте! Слышите! Проходите! Сочиняйте, смотрите! Скорее, проходите! Открывай! Открывай! А то мы тебя застрелим! Где вы их спрятали? Где эти юнцы? Какие хулиганы? Здесь больница! У вас кровь, и я хотел бы вам помочь! Пойдемте! Пойдемте! Здесь больница! Здесь никого! Пойдем! В городе мы чужие, прикрывать нас некому! Какая легенда? Мы рабочие из цементного завода имени Алабяна! Завод разбомбили! Многие рабочие остались на оккупированной территории, немцы это знают! На заводе работали несколько бригад глухонемых! Вот документы и карточки общества глухонемых! Документы настоящие, все проверено! Угу! Ну, все ясно! Летим, прыгаем, выходим на связь! Связной живет на окраине Луцка, улица Механизаторов, 11! Не дергайся, не дергайся! Терпите, молодой человек, терпите! А без боли еще, простите, предложить не могу! Фамилия твоя как? Филимонов! Это у тебя, отец летчик, Филимонов! Да, только он погиб! В него самолет неисправный был! Терпи! А он полетел! Он про самолеты все знает! Он его даже сам водил! Ему батька давал! Пилот, значит! Буду пилотом! Ну да! Ненавижу фрицев! Всех их ненавижу! А кто же их любит? Найду гранату, прыгну под машину или под танк! Да, ну-ну! Сиди! Под танк! Смелый нашелся! А когда танк увидишь, знаешь, как жить захочется! Торопиться умирать не надо! Смерть, она сама придет! А что вы их злить начали? Так мы это пипили организовали! Что-что? Андрей, ты шо? А шо я такого сказал? Так что я не слышал и не хочу знать! Бомбиста вашего зашил, до свадьбы заживет! А теперь давайте! По дому расходитесь! Давайте, давайте! Дякую! Да не за что! Это моя работа! А шо такое? Я ничего не сказал! Шо? А ты постой! Вы что, серьезно с подпольем? Серьезно! Расстреляют? Ну, мы не боимся! Я не боюсь! Ох-ох-ох! Не детские игры! Но мы и не дети! Но мы и не дети! Если вы серьезно решили делу Победы помочь, запоминай адрес! Угу! Механизаторов 11! А что там? Романов! Николай Петрович! Угу! Зовут все! Настройщик! Попросишь пианино настроить! Скажешь, что от фельдшера! Ну, в общем, все расскажешь! Он тебя определит! Хорошо! Спасибо большое! Я за что! До свидания! До свидания! Устала? Фриди! Обожаю, когда ты называешь меня Фриди! Я неважно себя чувствую, Фриди! Тут так пыльно! Я прикажу все выдроить! Немного музыки! И если захочешь, они вылежут все своими языками. Хочешь? Я хочу только одного! Выспаться! Господин Гауляйте! Привезли ящик с нотами от штандартенфюрера фон Борка! Не орите вы так! Тут глухих нет! Поставьте в гостиной! Есть! Что они так все орут? Ненавижу военщину! Что же ты хочешь? Тут вокруг одни солдаты! Да! Я знаю! Ты любишь уединенные места! Чтобы был парк, фонтаны! Это все будет! Ты же сыграешь нам завтра на приеме? Хорошо, Фриди! Музыка – единственная радость, которая мне здесь остается! Пошли, пошли! Посидайте, девчата! Посидайте! Он это специально сказал, чтобы нас заманить! Это точно какой-нибудь шахермахер! Мы туда придем, нас как… Ну, какой-нибудь это, шпион ихний! Мне он таким не показався! Я его давно уже знаю! На что он нас спасал? На что он мне рану зашивал? Если б хотел, сразу бы сдал! А мне, сдаётся, треба сходыть! Бойзна! Да шо опасно? А значит, два фрица в камнями гнать – это не опасно? Вот тоже мне борьба! Выходить нужно и ты, если мы хотим дойти до центра! Под поле – значит, под поле! А у нас ни связи, ни зброи! Громче скажи! Тихо! Раскричались про зброю! Ну, мало вам дали! Якщо опасно, я один пиду! Если вы не агенты, только один погибнет! Ну, нет уж! Я на бедокурил вдвоём пидем! Отлично, голубчики, идите! Уси пидамо! Тихо! Шш! Хлопти! Добрый вечер! Вы шо здесь ночью делаете? Оль! Ты бачишь, сколько времени? Я же и завелася вся, всю валерьянку выпила дома! Та нема в нас, мама валерьяна! Ты забула? Донечка, пидем домой, а? Ну-ка, 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 ну-ка! О! Ваня, а це шо это? Ничего! А его фриця побили в обувній майстерні! Ой, ребятки! Ну-ка, уси до хату швидше! Оля, пидем домой! Швидше, 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 швидше! До свидания! Молодець, подпольщик! Завтра в десять! Бувай! Шо ж ты делаешь? А шо такое? Шо снова взробую? Я не разумею, шо такое? Знову шо с ним ты! От места вашего выброса до города десять километров! А где живет Связной? Вот! Связной живет вот здесь, на окраине! Резиденция Гауляйтера в этом парке, двойной кордон охраны! Угу! В центре комендатура, бывшее здание исполкома! А вот это, я так понимаю, аэродром? Да! Вот сюда и прибудет посылочка! Проблема! Убьем Гауляйтера, немцы сразу изменили план доставки посылки! Уничтожим груз, усилят охрану Гауляйтера! И так и сяк, получается, что выполнить две задачи не получается! А надо бы, чтоб получилось! Иначе все это бессмысленно! Да во сколько встал? В пять. Много работы. Мне тоже плохо спалось. У этого места плохая энергетика. Снилась всякая дрянь. Ты работаешь? Ты знаешь, что будет, если одновременно пустить в оборот слишком много денег. Что? Инфляция. Денег будет много, а товаров и услуг мало. И цены будут расти. Как это скучно. Советская экономика это просто безумие какое-то. Она существует вопреки всем законам здравого смысла. Уверена. Ты все сделаешь, как надо. Ты у меня самый умный, Фриди. Жаль, что тебе приходится заниматься этими военными делами. Это мой долг. Как только война закончится, я первым сниму эти погоны. И тогда мы сможем пожениться. нас heirатим. Десик. Хлопчик, кажись тут. Иди сюда. Здравствуйте. А вы хозяин. Чего надо? Мэтт. Идите, куда шли. Нам. Нам нужен Миколай Петрович. Настройщик. Вы, Миколай Петрович. Начертаун вам. Нам нужно настроить рояль. В школе. Совсем расстроенный стоит? Мы хор. Ага. Хор. Ну, с хору. Так. Чешите отсюда, во школьничке. Подобру, поздорову. Тони, мы... Мы от фельдшера. По очень важному делу от фельдшера Боткина. Ну, чего стали, как бараны? Проходьте. Ходим. Пошли. Пропустые. Выкладайте, что там у вас. Мы комсомольцы. Хотим создать підпольный отряд сопротивления. Да. Так. А ну, пішли вон, засранцы. А шо таки? Мы абсолютно серьезно. Мы не відступимся. Ваню вчера немцы били. Він меня защищал. Він герой. В нас нет другого пути. Або мы должны запереться дома. Чекати, пока всех расстреляют. Доктор Боткин сказав, шо вы нам поможете. Да чем помочь-то? Я вин сам, колека, без ног. Мы не знаем, с чего почати. Теперь говорю серьезно. Доложу я про вас, куди следует. Ну, шо б язык за зубами. Если кто шо ляпнет, крышка всем. Понятно? Да. Так ведь... Ты шо, тупой или глухой? Я все сказал. А ну, пішли. Так, завтра, в час дня, к гуртам не ходите, один из вас пусть придет. У кого гитара есть? У мене є. Струны на гитаре порвешь, батькам скажешь, идешь новое ставить. Ко мне с гитарой придешь. Понял? Так. Все, а ну, пішли. Так и в мене гитара є. А ну, пішли. Так и в мене гитаре. Помилуйте, Вильгельм. Как же можно оставлять после себя руины? Зачем нужны новые земли, если они не имеют экономического приложения? Стратегия выжженной земли во все времена приносила плоды. Нация. Нация хочет есть и пить. Нация хочет дешевый кредит. хорошую зарплату и качественные товары. Это и называется благосостояние, Вильгельм. То есть, вы считаете рабский труд неэффективным для нашей экономики? О, нет, нет. Так считаю не я. Так считает история. Вы, военные, пускаете на ветер миллионы рейхсмарок, убивая людей и уничтожая... Зачем это? Затем, что взамен мы получаем страх. Страх и повиновение. Мы не бухгалтеры. Мы военные. И мы готовы пожертвовать ради этого деньгами. Я поднимаю этот тост за то, что рейхсмарка вскоре станет единственной валютой в мире. Вильгельм. Мы с вами оба специалисты. Я в экономике, вы в военном деле. Выпьем же за то, чтобы каждый из нас делал свое дело и не мешал друг другу. Прекрасно. Спасибо, Клаути. Спасибо, Клаути. Спасибо, что ты есть. Я тут всего один день, а они все мне уже до смерти надоели. Терпи, Фредди, терпи. Это твоя работа. Ага. Вызывали, товарищ подполковник. Так точно, заходи. Ну что, будет у вас база в Луцке? Угу. Обнаружилась группа подпольщиков. Проверенные? Проверенных нет. Вот ты и будешь проверять. Это хорошо, а то шли в пустой город. Только это подростки. Местные комсомольцы, шесть человек. Виктор Андреевич, это невозможно. Я в няньке не нанимался. А другого выхода нет. И времени у вас нет. Вам вылетать сегодня. Вы же понимаете, что детей использовать, это... Аморально? Да, аморально. Но другого выхода у нас нет. А с тобой у них больше шансов выжить и сделать действительно что-то полезное для родины. Разумеется, в сути операции их не посвящать, использовать в темную, выполнять. Есть. Тим, я пидал. Мне и дубопули за это треба. Мама и хлеба передала. Так я провожу. Тим, ну не провожай. Не треба. Слушай, я сказать тебе хотел. Ты дуже смелая. Так вай, навіть. Да ні, не воні дело. Це от человека зависит. Знаешь, я за тобой седьмого класса наблюдаю. Тим, ты шо, кохаешься до мене, шо ли? Ні. Ні время счасу. Разумеешь? А як завтра мене положат? І взагалі не провожай мене, Тиму. Оль, погоди. От. Тобай. Спасибо. Дурак! Да не люблю я тебе. Как ты не понимаешь, Тима? Может, я другого чоловіка люблю? Кого? Ваньку? Не ходи за мной. Пират, тихо. Ти шо, своїх не узнаєш? Шо там у вас? Та вот, струна порвалась. Давай. Давай, да, проходь. Проходь, проходь, живі. Ти пей, пей. Трувяной збор. Календула, полынь, боярышник. Получил я ответ. Будуть вас использовать. Кто? Кому надо, те і будуть. Не расскажу. Во-первых, все по маловецству разболтайте. Во-вторых, я и сам подробностей не знаю. Операция тут будет проходить одна. Видать, важная. А нам дадут оружие? Оружие дадут. Обязательно дадут. Догонят і ще раз добавят. По шее. Понял. А шо нам сейчас делать? Слухать побольше. Поменьше говорить і ждать. Кому надо, сами на вас вийдуть. Як ми їх узнаєм? Вот. Уже правильний вопрос начал задавати. Молодец. Учишся, я думаю. Сами поймете. Давай, доклебывай і виметайся. Самоліт прибудет в субботу. Его безопасность обеспечивает люфтваффе. Мне звонил лично Геринг. А вот за перевозку денег в хранилище отвечаете вы. Конечно, Геринг Рауз. Охрана будет обеспечиваться самым надлежащим образом. Я думаю, все пройдет прекрасно. Может быть, мы немного недопоняли друг друга сначала. Это нервы. Но мы в одной лодке. Я полагаюсь на вас, Вильгельм. Вы на меня. Ни одна марка не должна пропасть по пути. До скорого, я надеюсь. Я галюйте. Я галюйте. Ну-ка, ребят же, отставить разговорщики. Да. Срочно высадка! Прыгайте! Фёдор! Фёдор! Лёшка, не возьмёшь! Эй, вдаль! Разрешите, товарищ подполковник. Да, заходи. Получено сообщение от наземных частей наблюдения. Так. Самолёт с группой Павловского сбит врагом. Другой информации пока нет. Свободен. Есть. Откуда только этот фриц взялся? Да. Спас нас этот Павлович. Жалко его. Вот она, эта дорога. Да, здорово, мы промахнулись с высадкой. Километров пятнадцать, не меньше. К утру должны быть на месте. Ага. Переодеваемся и вперёд. Переодеваемся и вперёд. Наверное, при перевозке повредили. Нужно найти настройщика. Конечно, ангел мой. Я сейчас же распоряжусь. Вот тот дом, по всей видимости. Кто-то должен идти один. Лёха, давай ты. Оружие оставь. Понял. Подражаешь, Москаль? Поехали. Поехали. Папироли, что делать будем? Документы. Я говорю, документы. Паспорт. Паспорт. Ну, посмотрим. Руки вверх. Рабочий. Строитель. Глухонемой. Все в порядке. Подержи. Глухонемой. Сейчас я ему кое-что покажу. Глухонемой. Стой. Стой. Документы. Документы. Я говорю, документы. Глухонемой. Паспорт. Руки вверх. Рабочий. Строитель. Глухонемой. Глухонемой. Все, свободен. Пойдем. Глухонемой. 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 Собаку не продаёте? Собаку не продаёте. Подсоби. Ух! Ух! Собаку не продаёте. КОНЕЦ Здрасте. Здрасте. Мы слышали, вы собаку продаёте? Не продаётся. Она мне дорогая, как память. КОНЕЦ Майор Павловский. Лейтенант Сушкевич, младший лейтенант Тенишев. Документы, извините, предъявить не можем. Ну, врач, что рад знакомству не буду. Будем жить у вас. Мы глухие с завода. Пришли в город искать работу. Только не светитесь, что у меня. Могут заинтересоваться. Я особо людей не жалую. Не поверят. Выходить будете до рассвета. Возвращаться поздно ночью. И шмоток своих не разбрасывать. Да вы мизантроп. А ты остолоп. Что с подпольем? Щеглы, малокососы. Ищите на Октябрьской улице в сапожной мастерской. Они там процеваются. Иван, что ли, там самый толковый. Ну, располагайтесь. Нам бы нашим весточку отбить, что живо здорово. Лех. Хитро. Хитро. А ты думал. Маруся, давай, побежали. Давай, догоняй. Ну, давай же. Маруся. 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 Ну, шо? Шо? А, глухой. Понял. Подошва отошла. Сара, сделаем. Угу, угу, угу. Вон, Андрюха. Шо? С Кики мы с тобой живемо, с Тики дружимо. За одной партой сидели вместе. Хулиганили вместе. Может, я придумываю? Мне кажется, у Ольги тоже нравлюсь. Да. Я тоже заметил, как она на тебя дывится. Девчонки вообще пилотов люблять. А Тимка бесится. Не вовремя, если честно, вы со своим каханием. Да я сам понимаю. Ну, затянуло. Закухалась мы? Та ну. Тебя спросить забыли. Я не о том. Ссориться нам сейчас нельзя, раз уж все в одной обойме. Питпилля — это тебе не хухры-мухры. Скоро справу дадуть. Ну да, да. Так и е. Ну все? Приймай работу. Вроде говорят, что советские деньги отменять будут. Держите. А какие будут деньги? Так, какие-то немецкие. Ну, это еще бабушка на двое сказала. Шо? Угу. А вот при незнакомых людях про подполье говорить глупо. Не шути со мной, парень. Я хоть и свой, но глупости не люблю. Извините. Теперь слушай меня внимательно и сделаешь в точности, как я скажу. Угу. Соберешь свою кодулу, и сегодня к семи часам придете в старый коровник. И если жизнь дорога, язык держите за зубами. Понятно? Да. На, не порежься. Ну, мои дурни. Смена караула. Ага. Товарищ подполковник, разрешите доложить? Да, заходи. Группа Павловского вышла на связь. Они готовы к проведению операции и запрашивают поддержку. Срочно десантируйте оружие и взрывчатку. Контейнер должен быть на месте к утру. От этого зависит успех операции. Выполнять. Есть. Сегодня встречаюсь с нашими юными партизанами. Пойду один. Лучше, чтобы про вас они не знали. На случай, если кто-то из них провалится. Думаешь, они справятся? Да дети городские пороха не нюхали. Что делать? Конечно, мне все это не нравится. Но делать нечего, придется их задействовать. Постараюсь им преподать курс молодого бойца, чтобы хоть какой-то навык был. А что с резидентом? Резидент получает информацию от... от Крауза. По всей видимости, это какой-то офицер с ближайшего окружения. В центре знают, что мы уцелели. Так что резидент выйдет с нами на связь через связного. Кодовая фраза. Ягненок волчьей шкури иногда страшнее, чем волк в овечьей. Спрытно сказано. Так что, Леха, будь рядом с Николаем Петровичем. Есть. Михась, а ты снова на аэродром. Угу. Мне нравится вообще. Как этот? Так с инвалидом там шутки шутить в тепле. И на печи валяться. А как Михась, так в засаде сидеть. Понял. А если он от немцев? Нас тогда усих здесь положат. И никто не узнает. Если он хотив, он нас с Ванькой уже сотню раз убыв. А может, он на усю группу хотел выйти? Нет, страшно же. Да уж. Шусь, напустить бег как-то. Да, я ничего. Говорю вам, уходить надо. Куды? Остаемся. А говорю, как... Я что, я командир? Тельки командиром тебя никто не выбирал. А командиров не выбирают. Командиров назначает только вышестоящее командование. Товарищ бойцы, сообщаю вам, что опасно. По правому указанию штаба, вы переходите в моё распоряжение. Так точно, мы готовы. Тельки дайте нам оружие. Оружие? Як же безбро это? Но военное дело это не только оружие. При желании врага можно и голыми руками задушить. Як? Вот так. Ой, мамочка. Достаточно? А вы научите нас так драться? Кое-что покажу. Ну, чтобы выжить, нужно выполнять приказы. Молчать и слушать. А задание у нас будет? Будет. Очень опасное. Стройся. Равняйся. Смирно. Слушай мою команду. Завтра в 7 утра встречаемся возле карьеров и идём в лес. Ага. Получать посылку. Ага. А пока вольно. Все по домам. Ага. Есть. Бегом, марш! Помочь-то. Дайте мне не пройты. Помочь-то. А это еще что? Ваня, Тима, снимайте парашют. Девчонки, его закапывайте поглубже. Мы за вторым. Мы за вторым. Шустрее давайте. Ой, как же это снять-то, а? Вань, шустрее не получается. Здравствуйте. И куда его? Вон туда, под дерево. Под дерево. Товарищ Клим, а как динамит упал с такой высоты и не взорвался? Это не динамит этот тротил. Тем более. Тем оно хорошо, что его можно десантировать. Взорвается он только с помощью взрывателя. А если прострелить? Еще раз повторяю, тротил взрывается с помощью детонатора. Шу. Все, бойцы, взяли? Угу. А Гауляйтер часто выходит из резиденции? А кто же его знает? Он только что приехал. Немцы. А ну, тихо. Туды. Вы Николай Романов? Так точно. Кто же вас? Кто же мой помощник? Он глухой. Ах, решать. Ага. Говорят, вы умеете ремонтировать и настраивать музыкальные инструменты? Есть такое увлечение. У хэр Хауплайтер есть проблема с роялем. Ну, есть проблема, будем решать. Хэр Хауплайтер заплатит рейсмаркен. О, совсем добрый. Только я не один, со мной помощник. Я инвалид, без ног совсем. Хорошо. Сколько вам понадобится времени на сборы? А щас Васёк инструмент соберёт и готово. Хорошо. Поторопитесь. Пистолет ТТ. Плоский. Легко прятать под одеждой. Ну, Андрюха, дай сюда. Вот это ж вещь. Мощный патрон. Высокая проникаемость. А пострелять-то можно? А теперь фрицы посмотрят. Осторожней. Ненастоящий. Дай сюда. Да я знаю, у отца такой был. Ну и высокая точность. Ваня молодец. Ну, давайте нападайте. Ух ты! 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 Ну и что? Механизм сломался. Педаль сломалась. Ух! Завтра сделаем. Завтра? Ага. Хорошо. Завтра в 12 часов. Ага. Хорошо. Я обховожу вас. Добрый. Очень добрый. Вы бачили, как он Тимку через колено? Раз. А как я его... А я знаете, что тут подумал? А пойду-ка я тоже в разведшколу. Ну, когда война закончится. Тихо. Ну, шо там? Ничего, ушли пока. Все, ребята, пока. Пока. Проводите. Да не, не надо, Вань. Лен, ты идешь? Ага. Пока. Пока. Дай побачь, я. Осторожней. Бувай. Потолкуем? Нам треба поговорить, идите. Пойдем. Идите, идите. Винджи, командир. Питчиняться треба. Так шо, так и идти. Ну, бывает и. Она мене любит. Она такого не говорила. Не говорила. Но вин бачиш. Таякарь изныця. Все и так понятно. Она моей жинкой буде. А ну, стой. А ну, стой. А ну, стой, стрелять буду. Тринадцать сто сорок два. Готово. Вепр и Дрозду. Разрешение на связь получил еще в Берлине. Посылку подтверждаю. Тринадцатого в субботу в пятнадцать ноль ноль. Она профи. Я гляжу. Тебе понравился этот шпионка. Нет, просто удивился. Нам же никто не говорил, как выглядит этот резидент. Сейчас посыплются доносы на соседей и должников. Да. Но и крупную рыбу может захватить. А пуль у нас на всех хватит. Но вы же не кровожадный человек, фон Борг. Я? Нет. Я просто беспощаден к врагам Рейха. Как, наверное, и вы. Господин Краузе, вы, как невоенный человек, недооцениваете опасность даже одного единственного диверсанта. А вы, как военный человек, игнорируете силу денег. Я видел, что вы уже сделали. Да. Я разрешил открывать здесь частные фирмы, создавать свое дело, торговать. Все то, что так ненавидели коммунисты. А мы подпитаем это нашими деньгами. Я скажу вам спасибо. Но уже слишком поздно. Вероятно, что вы и правы. Мы должны уничтожить этот самолет. И все, что у него есть на борту. Как? Как? Деньги? Горят плохо. А взрывы их только разбросают. Надо взорвать авиационное топливо, и с ним все сгорит. Что на аэродроме? Ну, во-первых, патрулей там очень много. А с перевозом груза, я думаю, охраны станет намного больше. Есть идеи, как туда пробраться? Конечно, есть. В одном месте мы делаем лаз. А патрули? Что я? Зря на пузе лежал. Короче, у меня есть график смены патрулей. Угу. Так, у нас все готово. Завтра идем чинить рояль Крауза. Дай в эту лапу. Дай в эту лапу. Тихо, тихо, тихо. Все. Рояль готов. Фрау Клауди. Осталось только настроить. Рояль готов. Осталось лишь настроить инструмент. Хорошо. Фридрих будет рад. Да, да. У меня болит голова. Йонас, пожалуйста, принесите мне воды. Конечно, фрау. В рояле бомба. Чтобы активировать заряд, нужно нажать левую педаль. У вас будет две минуты, чтобы уйти. Гауляйтер должен остаться. Я поняла. Сделайте так, чтобы Гауляйтер вошел в комнату. И активируйте бомбу. И все. Швидше, швидше. Пошли до хаты. Бачишь, прицеп тут уходят. Швидше, швидше, я казала. Что, не бачишь? Бачишь, расход. КОНЕЦ Иди, иди. Ты зачем сюда пришёл? Не зачем. Просто так. Извиняйте. Стой. Ты шёл в комендатура? Да? Туда просто так не ходят. Сперва поговорим. Надо минировать крылья. Там баки с горючим. До крыльев ещё добраться надо. Ну, взорвём пару самолётов, чтобы навести шухер. Вздравчатка нас достаточно. Да. Только вот самолёт нам сам в руки не подкатится. На ходу будем минировать? Делать нечего. Есть у меня одна идейка, но придётся рисковать. Добрый вы хлопцы. Жаль, если ухлопают. Это точно. Потом будем внукам показывать медали за освобождение Луцка. И девчатам тоже покажем. А в книжках напишут, отряд Филимонова то и сё. Какой отряд? Ну, Ваньку же главным назначивают. Следовательно, его отряд. Смотри, Тимка. Почему молчишь? Отвечай. Стой. Уходить надо, он на крышке. Стоять. Задержите их. Стреляй. Говори, зачем ты шёл. Говори, что ты хотела рассказать. Говори мне всё, или я убью тебя. А куда он побежал? Куда? Куда я сказал? Механизатор. Том! Механизаторов 11. Доложите командиру. Вызывайте подкрепление для облавы. Механизаторов 11. Папа! 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 Иди куду! Чего это они? Наверно, к Миколаю Петровичу. Климс сказал, в экстренном случае место встречи старый коровник. Надо ж всех предупредить. Догадаются. Пишли, пошли. Немцы идут. Димка всех сдал. И Андрюху убили. Димка где? Напинать, у немцев остался. Дядь Коль, я вас вывезу. Поздно. Я сейчас обуза для вас. Уходите. Уходите. Уходим через огород. Все во двор. Господин офицер, вот этот дом. Вот он. Ну, что, все собрались? Огонь! Все сюда! Шесть там, битрофен! Алло, умзейн! Дос хаус дурьсухен! Так, вы в лес, я за ребятами. Пошел, 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 пошел! Давайте за мной быстрее. Давайте, давайте. Как ты? Дурацкий день. Бухгалтерия. Расчеты. Цифры, цифры, цифры. Давай проведем этот вечер, будто он у нас самый, самый последний. Мы выпьем шампанского. Зажжем свечи. Как тогда, в Хельсингфорсе? Да. Как тогда. Солдаты фон Борка убили мальчишку из городского подполья и взорвали дом какого-то инвалида. Не думай об этом. Плевать на них. Только о хорошем. Да, любовь моя. Мы включили мальчишку из города. Мы увидели, как Тимка о чём-то говорит с немцами у комендатуры. Нас заметили, мы побежали. Фрицы стрелять стали. И Андрюха убили. Яку было. А теперь и Николая Петровича. А ну прекратите эти слюни. Это война, и на войне людей убивают. Операцию начинаем с утра, пока немцы не потащили основные силы. В конце-то концов, вы нам скажете что-нибудь про операцию? Почему вы постоянно нам что-то не договариваете? Да если бы Клим вам всё договаривал, мы бы сейчас тут все мёртвые лежали из-за вашего Тимки. Значит так, молодёжь. Слушай меня внимательно. На аэродром завтра прибывает очень ценный груз, который мы должны уничтожить. Аэродром очень сильно охраняется. Но есть время проскочить между патрулями. Там мы разделимся на группы. Я с Лёхой. Лёва, с Леной и с Михасём. Вы вдвоём. Сейчас Михась вам всё остальное расскажет. Машины поданы. Клаудия, ты прекрасна. У меня ещё одно желание. Пять минут. Клаудия, пожалуйста. Мне надо идти. Для меня. Пожалуйста. Пять минут. Знаешь, Фредди? Ты редкий человек в наше неспокойное время. Я тебе искренне благодарна. За любовь, за нежность, за внимание. Ты настоящий мужчина. Не солдат, не фашист. Абер, а именно мужчина. Абер, да с одного я тебе не могу простить. Их дельник ферцаем. Вас. А что? А не нацисты, Фредди. Звери и подонки. Ты же видишь, что они творят. Ты же знаешь про лагеря. Про печи. Ты же не веришь Геббельсу. Ты знаешь, как оно всё на самом деле. Что ты такое говоришь? А ты им помогаешь, Фредди. Клаудия, подойди ко мне. Хотя лучше я останусь с тобой. Останусь до конца. Обними меня крепче, Фредди. Мне холодно. Моя любимая. Это же получилась. Ваши уже в Урагу? Ваши нет. Но вчера я получил нам доброе слова. Реак? Да. Да. Ваши любимые. Ах. Возвращение. Михася, ты все понял? А то. Ну что, подпольщики, все свои бомбы завели? Да. Когда поставите их, все быстро условлены место к почтовому самолету. Понятно? Да. Вперед. Давай, пошли. Пошел. Пошел. Давай, давай, давай. Давай. Давай, Леха. Все в порядке? Где Гауляйтер? Еще не прибыл господин штандартенфюрер. Всем построится. Самолет приземлится через несколько минут. Сейчас, halt. Достать, Aufmerksamkeit. Это важная ладость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратно, аккуратно. Держи. Ой, мамочки. Ах, doch, wann kommt der Flugzeug schon? Man sagt bald. Давай-давай. Готово. Давай-давай-давай. Вот она, наш золотой телец. Ты смотри, сколько немцев его встречают. Да. Будем встречать его на полосе при развороте. Видишь пожарный щит? Вижу. Есть идея. Ага. Тихо. Тихо. А вон он, наш самолет. Ждите меня здесь. Иси, Манхия. Кто здесь? Иди сюда. Ого. А так, дети мои. Пошли, пошли. На две минуты. Тихо. Давай, Лёха! Ну, шо? Выходим на полосу? С боком. Вон нам спеют! Должны! Вон они! Ну что, все сели! Жми давай! За исключительную храбрость! Вот что за жизнь у разведчика! Все не как у людей! Даже орден в руки не дают! А вместо ордена, орденская книжка! Клим, как думаешь, Клаудиу наградят посмертно? А Петровича? Они выполнили свой долг. Светлая им память. За исключительную храбрость! Продолжение следует... Ага! Хе! Смотри-ка, а! Ну что, разведка, принимай новое пополнение. Не знаю, как ты, Клим, а я за наше будущее спокоен. Стой! Направо! Доварищ майор, пополнение в разведроту прибыло. Вольно. Разойдись. Ну что, товарищи бойцы, добро пожаловать в разведку.